Микс Ньюс. Программа «Разворот». Я Анна Смирнова. И мой сегодняшний гость – врач-гинеколог Жаната Абрамсона. Ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. И вот мы прервались с вами на том, что случаи беременности были зафиксированы, беременности с коронавирусом были зафиксированы в мире. Да. В Латвии таких случаев не было. И вот вы как раз начали отвечать на этот вопрос. Насколько нам известно, что не было пока зафиксировано таких беременностей? Да, к счастью, в Латвии у нас не было зафиксировано таких случаев. И это очень радостно. По-видимому, беременные тоже соблюдают все меры предосторожности. Поэтому будем надеяться, что и не будет их. Но в период коронавируса, в период пандемии коронавируса беременные женщины находятся в зоне особого риска? Конечно, конечно. Потому что беременность – это уже само по себе иммуносупрессия, то есть немножко снижение иммунитета. Поэтому здесь очень важно, во-первых, заранее, до планирования беременности, но и во время особенной беременности. Подумайте о своем иммунитете. Если можно, я немножечко расскажу, что такое иммунитет. Понимаете, любой вирус – это встреча с нашим иммунитетом, это диалог. Если у нас иммунитет высокий, значит, нам не сразу никакой вирус. То есть если иммунитет низкий, нужно сделать всё, чтобы поднять иммунитет, чтобы были силы бороться с этим вирусом, с любым, в том числе COVID-19. Что повышает иммунитет? Какие вот такие глобальные вещи повышают иммунитет? Во-первых, это кислород. То есть клетка должна быть насыщена кислородом. Что обеспечивает транспорт кислорода клеткам? Это железо. Железо, вот к счастью, у нас в государстве принят рекомендации для беременных. Мы всех беременных проверяем на ферритин. Что такое ферритин? Ферритин – это белок, который запасает железо. И поэтому на самых маленьких сроках и даже на этапе подготовки к беременному проверить. И если, я смотрю, у меня пропадает связь. Нет, 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 мы слышим вас, да. Мы слышим вас, все хорошо. И если низкий ферритин, значит, мы можем своевременно его поднять и, соответственно, обеспечить клетки кислородом. Ни один другой микроэлемент не донесет до клеточки кислород. И вот когда мы уже подняли, или у беременной, допустим, все в норме, она подготовлена, у нее ферритин хороший, никакой скрытой, скрытого дефицита железа нет, тогда, что еще важно, чтобы вот этот кислород попал из эритроцита в клетку, нужно, чтобы мембрана этого эритроцита была очень эластичной. Потому что сам эритроцит, вот мы представляем, что эритроцит – это такой шар, на самом деле он, знаете, как овоит такой, да, то есть он должен попасть в этот маленький-маленький оливиолярный капиллярчик, которого диаметр 7 микрон, а у эритроцита 14 микрон, вот он должен изловчиться и попасть в этот маленький-маленький капиллярчик, схватить там кислород и побежать, значит, понестись в током крови клетками тканям. Вот за эту эластичность эритроцита отвечает как раз-таки омега-3. Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты очень важны для нашего организма. И, к сожалению, мы нигде с питанием не получаем или получаем очень мало, потому что омега-3 – это фитопланктон, да, поэтому мы живем в такой зоне, где очень особо там много мы не принимаем, не употребляем рыбу и жирную особенно рыбу. Поэтому у нас, как правило, у всех недостаток омега-3. И вот омега-3 как раз-таки защита мембраны эритроцита. Это очень важные полиненасыщенные жирные кислоты. То есть только с помощью медикаментоз, ну то есть с помощью добавок можно каким-то образом наполнить свой организм. Обязательно смотреть, чтобы это было качественное, эффективное и безопасное. Потому что со всеми продуктами из рыбы, которые мы получаем, в том числе и добавки, мы еще можем употреблять и соль ртути. Поэтому это должен быть хорошо очищенный препарат и эффективный. Ну и третье, что бы я хотела бы отметить, для иммунитета, конечно же, это витамин D. Но уже сейчас только ленивый не говорит о витамине D. И знаете, когда мне говорят, что это мода сейчас на витамин D, на самом деле нет. Витамин D давным-давно изучен. И с каждым годом все больше и больше публикаций появляется по поводу витамина D. Без витамина D он, понимаете, мы все знаем, что витамин D отвечает за кальцио-фосфорный обмин. То есть он обеспечивает наши кости кальцием. Но помимо этого у него очень много точек приложения. Вот в коже образуется врожденный антимикробный белок кальцио-форный, который только под воздействием витамина D может образовываться. То есть мы рождаемся уже с кожей как антисептиком, мощным антисептиком, мощной защитой против всех микробов и вирусов. Ну и, конечно же, без витамина D не идёт ни один синтез стероид гормонов. Если гормона нет, опять же, снижается иммунитет. Ну и так далее. То есть витамин D обязательно тоже нужен. Обязательно его можно проверять, потому что это D-гормон. И, соответственно, мы должны подбирать дозировку. Такую, как мы подбираем гормоны, так и витамин D мы тоже подбираем дозировочку, чтобы его компенсировать. Ну вот три таких слона для нашего иммунитета. Ну какие сегодня женские болезни в Латвии чаще всего встречаются, исходя из вашего опыта? Какие, может быть, заболевания характерны для молодых женщин сегодня? Что вы видите? Для молодых женщин, ну, скорее всего, на первом месте это какие-то дисфункциональные, гормональные нарушения, инфекции, конечно же. Особенно у молодых это понятно. Они познают мир и инфекции им знакомы. Вот потом, чтобы я ещё отметила, ну вот, наверное, как-то возрастает всё-таки это бесплодие сейчас. Да, и это не только у молодых, но и у молодых тоже, и вот у возрастных женщин. Сейчас же, понимаете, возраст, репродуктивный возраст увеличился. Если раньше 25-26 уже считались старороженцами первыми, то сейчас раньше 30-ти это нормально, то есть позже 30-ти это нормально, и за 40-ти это тоже не патология. Вы сказали о бесплодии и возможных проблемах, наверное, с зачатием. Возможно, стереотипно, но в обществе принято считать, что, как правило, в этом виновата женщина, но вину возлагают на неё. Насколько часто мужчина является причиной как раз невозможностей или, может быть, трудностей при зачатии ребёнка, исходя из вашего опыта? Вы знаете, в 40% случаев это бесплодный брак по вине мужчин сейчас. Мужчин очень много тоже сейчас бесплодных, и на это влияет ритм жизни, загруженность, питание. То есть находятся все в окислительном стрессе. Что такое окислительный стресс? Это когда свободных радикалов больше, чем антиоксидантов у нас, и это, конечно, закисляет наш организм. А потом гипогонодизм, то есть снижение гормонов. Опять же, это связано с питанием, с перегрузкой этими физическими, психическими, недосыпом. Очень важен сон, потому что там восстанавливается, именно во сне выделяется гормон роста, который потом регулирует все остальные процессы у нас гормональные, мелатонин. То есть это всё очень важно для репродукции. Поэтому мужчины тоже мужчинами нужно заниматься. Они тоже, кстати, все ходят в дефиците витамина D. И вот с кого нужно начать, это с мужчин восстанавливать витамин D, потому что низкий витамин D равно низкий тестостерон. Не включаются эти процессы стероидогенеза, если низкий витамин D, потому что он кодирует 2500 генов, которые ответственны дальше за стероидогенез, то есть образование гормонов. Врач-гинеколог также может выписывать рецепты, в том числе и для мужчины, в случае, как вы сказали, если 40% исходя из тех исследований, которые есть у вас, невозможности забеременеть у женщины связаны именно со здоровьем мужчины репродуктивным. Вы знаете, ну врач-гинеколог, конечно, может все, но все-таки это больше занимается врач-репродуктолог. Мы тогда направляем эту пару к специалисту-врачу-репродуктологу. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы вас слышим. Добрый день. Извините, не сначала слышал. Врач, да, у нас в гостях? Да, врач-гинеколог у нас в гостях. Врач-гинеколог. Вот как раз врачу-гинекологу, наверное, будет вопрос. Вот у меня ребенку старшему 7 лет, да? 7 лет назад, а то и 10 лет, с каждого утюга говорили про стволовые клетки, что это чуть ли не паносея. Возьмите стволовые клетки, где они сейчас, как это может повлиять на коронавирус, почему с этим ничего не говорят. Расскажите, пожалуйста. Да, известно ли вам что-то, стволовые клетки и влияние их, в том числе на коронавирус? По всей видимости, у детей. В ракурсе вы имеете в виду, стволовые клетки как в применении лечения стволовыми клетками или что имел в виду слушатель? Потому что если как лечение стволовыми клетками, то, вы знаете, неизвестно, по какому пути пойдет вот это лечение. Поэтому стволовые клетки – это всегда 50-50. Это может за собой нести и различные опасности, как бы там ни образовывались какие-то процессы нехорошие, недоброкачественные. Напомню, телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, может быть, наше радиослушатель также перезвонит и пояснит, что имел в виду. Возвращаясь к нашей теме, у нас в Латвии, как известно, в прошлом году, по крайней мере, был поставлен антирекорд по рождаемости. Какие факторы, на ваш взгляд, отрицательно влияют на сохранение репродуктивного здоровья, на рождаемость? Понятно, что это, возможно, экономические факторы, но мы сегодня скорее говорим о физиологических и психологических в этом смысле. Нараздаемость, но прежде всего, вы знаете, вот эти дефициты. То есть у нас очень много женщин ходят с дефицитов и недиагностированных. Это раз. То есть если восстановить, вот я уже все перечислила, Д, железо, омега, то там только остается вот посмотреть, какие еще нюансы в гормонах, возможно. И остальное – это все уже психо-социальные проблемы. То есть мы все в стрессах. Потом очень многие женщины, ну я бы сказала, девушки даже, наверное, помоложе, они же сидят на диетах, этих безудержных диетах, понимаете. Кстати, холестерин – это субстрат для любого гормона, в том числе для витамина D. Нет холестерина, пойдет по неправильному пути вот этот стероидогенез. Значит, будет недостаток прогестерона, который сохраняет беременность. Сейчас есть такое движение Child Free, возможно, вы слышали. Да, свободное от детей. Это было такое исследование, что, понимаете, гормон прогестерона есть такой, нами управляют вообще гормоны. И вот прогестерон дает вот это чадолюбие. И вот если вести цепочку, нет холестерина на диетах, нет гормона прогестерона, нет чадолюбия, нет желания иметь детей. И сейчас это большая проблема вообще с желанием иметь детей. Потом уже забеременеть и потом сохранить. Вы сказали, что некоторые женщины ходят недиагностированные. Известно, что у нас сейчас в стране возобновляются так или иначе диагностические, амбулаторные тоже услуги в медучреждениях. Но в целом мы находимся, конечно, сейчас в такой беспрецедентной ситуации. Если говорить о времени не в условиях пандемии, а я надеюсь, что мы все-таки к нему вернемся в скором времени, как часто нужно посещать гинеколога, если нет, опять же, острой необходимости, говоря о диагностике? Ну, если нет необходимости, у нас разработана в государстве программа, скрининговая программа. То есть раз в три года мы должны проверить на рак шейки женщину. И, в общем-то, если у нее нет никаких проблем, то до 50 лет раз в три года шейку проверяем, после 50 раз в два года маммографию делаем, грудь проверяем. Но я бы, наверное, советовала все-таки раз в год делать чек-ап, потому что мы живем в такой стрессовой всей обстановке, что мы можем и не заметить первые симптомы, и лучше всегда профилактировать болезнь. Это дешевле профилактировать, чем ее лечить. То есть раз в год посещать вы имеете в виду? Да, желательно, желательно, да. Примем еще звонок, мы слушаем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. К вашему доктору два вопроса. Первый вопрос. Чем отличается витамин Д2, ОД3? Следующий вопрос. Почему традиционные врачи отрицают категорически почему-то травы, лечение травами? Я проведу пример на себе. Я вылетел, был в нефролога, 2-3 нефролога, они мне сказали, что нет лечения, ничего не сможешь решить. Я вам откровенно заявляю, что я 100% вылечил травами. Да, спасибо вам. Ваш личный опыт, безусловно, надо консультироваться с специалистом, каждому нашему радиослушателю индивидуально. Это я от себя подчеркну. Ну вот, что касается вопросов нашего слушателя. Д2 и Д3. Д2, ОД3. Д2 – это эрго кальциферол. Он поступает к нам из растений. Это грибы, дрожжи и так далее. А Д3 – это холи кальциферол. Холи кальциферол поступает к нам тоже с едой, с рыбой, с продуктами животного происхождения, молоко, сметана, сыр. И также холи кальциферол образуется у нас в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, только группы В. Вот для того, чтобы он образовался в коже, нужно, чтобы эти лучи падали под углом 50 градусов в горизонту, чтобы была довольно хорошая инсталляция этих ультрафиолетовых лучей, такая вот инсталляция, потому что было тоже исследование, когда больше всего может усвоиться витамин Д под воздействием солнца. И установлено было, что с 11 до часа. Вот это время, когда интенсивная инсталляция ультрафиолетовых лучей В. И ещё мы, конечно, получаем с пищи, и у нас усваивается в кишечнике витамин Д из пищи. И надо отметить, что 80% у молодых всё-таки через кожу, и только 20% из пищи мы получаем. А в старости, чем старше, тем хуже. В 75 лет на 75% уменьшается возможность образования витамина Д в коже. Что касается трав, наш радиослушатель также рассказал свой опыт. Да, я не против трав, никогда не против трав, потому что они действительно эффективны, я не против гомеопатии. И вообще я сторонник не навредить. Вы знаете, вот если можно не назначить антибиотик, я никогда его не назначу. Если это можно вылечить травами, гомеопатией, я только за. Если это можно вылечить просто солнцем, воздухом и хорошим образом жизни, я только за. Но гомеопатию критикуют за лженауку, за псевдонауку, как известно, и эффективность её не доказана, насколько мы знаем, по крайней мере, из официальных источников. Из официальных источников нет, но, вернее, есть очень узкий круг специалистов по гомеопатии, которые действительно специалистами являются, которые изучали эту науку и применяют, и у них есть опыт. И если есть опыт у человека положительных результатов, значит, всё-таки гомеопатия имеет место быть. Что касается самолечения, опять же, возвращаясь к реплике нашего слушателя по поводу трав, как часто вам приходится сталкиваться с последствиями самолечения у своих пациенток, если, например, доктор Гугл, скажем, посоветовал те или иные способы, как выздороветь, и человек сам ставит себе диагноз, например. Приходится сталкиваться с последствиями? Да, Анна, вы очень-очень важную тему затронули благодаря нашему радиослушателю. Спасибо за этот вопрос, потому что, или даже за этот комментарий, который нам дал радиослушатель, вы знаете, вот это самолечение и самодиагностика, конечно, она приводит только вред для пациента, потому что, ну, понимаете, некоторые симптомы, они одинаковые при одном заболевании, при другом. Например, вот человек встает с утра и слабость уже, да, ну, так-то я женский врач, вот я буду говорить о женщине, но женщина встает, у неё уже слабость, уже апатия, а у неё выпадают волосы. Вот что это? Это может быть при недостатке железа, при анемии, а это может быть при гипотириозе, при нарушении работы щитовидной железы. И если вот она начинает там, она прочитала вот ей гугл, да, что там нужно принимать, и, допустим, там, конечно, скажут, что это, наверное, вот недостаток железа, она начнёт принимать какие-то препараты железа, усиленно кушать мясо, но упустит вот тот период, когда можно было помочь щитовидной железе, да. Поэтому я, конечно, против вот этих самолечений и самодиагностики. Вообще, нам сейчас сложно врачам, потому что действительно интернет доступен, и пациенты приходят уже с диагнозом, уже с лечением. И иногда мы, как на фронте, должны вот просто защищать своё вот это стандартное лечение, которое действительно ей поможет, да. И, конечно, это уходит много у нас трудов и сил иногда. Ещё у нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Ещё раз. Я хочу немножко... Будьте, Анна, не перебивайте. Я упошлю. Во-первых, я не занимался самолечением. Это я был... Сделал все обследования. Да, пожалуйста, вопрос. Я не говорила о том, что вы занимались самолечением, просто задала вопрос, вытекающий из вашего. Есть тази Терешко, набор очень хороший. Вот почек, вот печень, вот сердце, вот прочек, прочек. Да, спасибо. Давайте советы всё-таки у нас будут давать. Да, очень хороший. Я тоже знаю доктора Терешко, все травы. И даже часто довольно назначена моим женщинам. Ещё премьер звонок. Здравствуйте. Да, извините, разнести, наверное, вопрос про стволовые клетки. Пожалуйста. Когда предлагали их взять, моей жены, и положить их на сохранение, там же стоило это каких-то денег, там рассказывали так, что в будущем, чуть ли не там, руку, если у тебя оторвётся, стволовых клеток новую можно будет сделать, понимаете? То есть сейчас за 10 лет прогресс ли прошёл про эти стволовые клетки, и почему его не применяют? Вот 10 лет прошло. Да, спасибо. Понятен ли вам вопрос? Ну, мне, конечно, понятен вопрос, но ответ я не могу дать, почему их не принимают. По-видимому, не до конца ещё проведены вот эти кахортные исследования. Это серьёзный материал стволовые клетки, и с ними работать, это нужно действительно быть уверенным, что они ничего не вызовут плохого. Да, напомню, телефон из 672-12-93-9, 672-13-93-9. Много у нас звонков, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Можно ещё раз про гемиопатию и про интернет вопрос? Если вы признаёте гемиопатию как бездоказательная медицина, почему вы интернет не признаёте, скажите, как бездоказательная медицина? Почему я не признаю интернет? Да, если то и то, недоказательно. Наш радиослушатель спрашивает. Ещё раз. Если та информация, которая есть в интернете, она зачастую бывает неподтверждённой официально, недоказательной, так же, как и гемиопатия, они считаются доказательной медициной. Да, но в интернете, понимаете, человек не может поставить себе сам диагноз. Поэтому я и привела этот пример. То есть одинаковые симптомы могут быть при абсолютно разных заболеваниях. И если человек прочитал, набрал в интернете вот такие симптомы, ему ответили, и вот такая гемиопатия, она может просто не попасть в точку. Я не против гемиопатии, но я не против интернета тоже, но я против самовыставления себе диагнозов. Что же ещё у нас звонок. Здравствуйте. 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 Добрый день. Я при всём уважении хотел просто прояснить для себя, доктор имеет в виду всё-таки гемиопатию или натуропатию? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Да, сейчас натуропатия очень актуальна и очень распространена, и гемиопатия. Я не против этого. Но всё-таки я придерживаюсь стандартной медицины. Ну что ж, возвращаясь, может быть, к той теме, с которой мы начали, сделаем несколько шагов назад, что касается восстановления после родов. Вы говорили о подготовке молодых девушек сегодня. Что касается восстановления после родов, как мне кажется, эта тема, она не всегда обсуждается и принято, может быть, об этом говорить всерьёз. В частности, о психологическом восстановлении после мы поговорим об этом. Но что касается физического, вот как привести себя в форму после беременности? После родов вы имеете в виду, да? Да. Да. После родов как привести себя в форму? Вы знаете, роды и послеродовый период, это всё-таки, нужно понимать, что это физиология. Поэтому относиться к этому спокойно, не нужно бояться за эти лишние килограммы, за этот животик, который не уходит, за у некоторых женщин недержание мочи при прыжках, при беге, нет желания, нет либидо у некоторых. Это всё как бы восстанавливается, но не сразу, потому что, вот, например, по поводу либидо, то есть в первый месяц после родов очень интенсивно выделяется окситоцин. Что такое окситоцин? Это привязанность к ребёнку, привязанность маме к ребёнку. Поэтому, конечно, он занимает главенствующую роль, тестостерон уже там немножко достаётся. Но через месяц-два, три, наоборот, всё это восстанавливается, всё это улучшается. Физически очень часто женщины, и главное, молодые, что странно, женщины приходят с перерастянутым влагами, вот эти вот жалобы на держание мочи, на прыжках, при каких-то физических упражнениях. Женщины замалчивают, мы это проверяем, я обязательно проверяю это у каждой женщины после родов. И советую, есть специальная такая бостерапия, например, да, что такое бостерапия? Это биологическая обратная связь, то есть это научиться под руководством компьютера, это специальная физиотерапия, это мы обучены, и научиться владеть своими мышцами тазового дна. И это нужно делать, их нужно приводить в порядок, да. Любая мышца тренируема, и пропадут тогда вот эти все симптомы. Ну и также гормональное восстановление, не забывать, что роды закончились, но наступил период кормления грудью, и он очень важный, поэтому расходуется очень много тоже витаминов, микроэлементов, и их нужно восстанавливать, полноценно кушать. И самое главное, конечно, это вот обстановка внутри семьи, да, потому что когда мама рожает, и она кормит грудью, то, конечно, она должна быть в спокойной обстановке, и она должна, ну хотелось бы, конечно, порекомендовать папам молодым, чтобы они создавали обстановку бабушкам, потому что мама сейчас производитель молока, если так можно сказать, да, и для ребёночка очень важен этот момент. Ну а после родовой депрессии также вот я сказала о том, что психологический, наверное, аспект, о котором, возможно, не всегда принято говорить в нашем обществе, как справиться, если как раз нет той самой радости от материнства, если проходит, например, месяцы после родов, но психологическое состояние, оно не стабилизируется в этом смысле. Что вы в таких случаях рекомендуете своим пациенткам? Конечно, здесь важно вообще понимать, почему, где корень вот этой причины, да, где корень этой проблемы. И, например, вот в Соединённых Штатах есть клиники, где после родов в первую неделю вводят имплант с тестостероном. И у женщин, у этих женщин никогда не бывает депрессия, да. У нас этого нет, к сожалению, но мы разговариваем с женщинами, мы помогаем им. Если не удаётся помочь на гинекологическом приёме, конечно, тогда мы отправляем к психологу, психотерапевту. Но, как правило, вообще в основном-то женщина справляется. Опять же, это зависит от обстановки домашней, да. Насколько после родовая депрессия – это вообще частое явление для вас, среди ваших пациенток? Вы знаете, не так часто, не так часто это происходит, ну, по крайней мере, на моих приёмах, да. Мы как-то готовимся вообще, мы всё время беседуем с беременной, вот на протяжении всей беременности. Потом я всегда советую на роды, чтобы подготовиться и морально, и физически, и чтобы роды прошли хорошо, потому что беременные тоже беспокоятся о том, как пройдёт, как у ребёнычек, как она. Я всегда советую заключить договор с акушеркой, профессионалом, если есть возможность, потому что это, конечно, платно у нас. Но вот если все эти этапы проходят без стресса, да, то, как правило, нет этой депрессии. Отражается ли, кстати, как-то на ребёнке вот эта послеродовая депрессия, в дальнейшем на развитие ребёнка это влияет, замечаете это? Вы знаете, таких, нет, таких случаев я не связывала. Вот что у мамы депрессии, потом у ребёнка, но там есть какие-то генетические предстоложенности с каким-то психологическим проблемам, это другой вопрос. Но нет, я такого не замечала. В моей практике такого не было. Или нечасто встречалось. Вы сказали о том, что возрастные рамки беременности сегодня уже изменились. Стали ли женщины рожать позже? Вы замечаете эту тенденцию, насколько я поняла из нашего разговора вначале? Потому что термин «старородящая», который раньше был актуален, например, в прошлом веке, ну или даже несколько десятилетий назад, сейчас он уже не актуален, насколько я поняла вас. Да, он абсолютно не актуален. Сейчас есть в литературе информация, можно и в 60 родить, и в 57. Другой вопрос, насколько это нужно. Но тенденция такая есть, потому что раньше было легко. То есть, проучился, ты можешь сразу устроиться на работу, взять академический и воспитывать этого ребёночка. А сейчас, конечно, молодым тяжело. Карьера, амбициозные у нас женщины тоже. Поэтому вот этот возраст беременностью, он изменился в сторону плюс. Но у вас есть рекомендации, как у врача-специалиста, по поводу того, в каком возрасте лучше рожать? Конечно лучше, ну до 30, до 30, ну я бы так сказала, с 30 до 35. Во-первых, забеременеть уже после 30 сложнее, потому что резерв фолликулов уменьшается. Но вот 30-35, это, наверное, в наше время это было бы идеально. Есть случаи, кстати, женщин, которые, родив ребёнка, беременеют снова. Насколько вот это частая история или всё-таки такая индивидуальная в большей степени? Это индивидуальная история, это реже, может, кто у нас себе позволит в наше непростое время. Но бывают, да, бывают такие женщины. То есть прям сразу, я имею в виду, конечно, в любом случае, женщина может забеременеть снова после того, как дела, и к тому, что вот это происходит прямо вот после, буквально после родов. Насколько организм к этому предрасположен? Готова ли она вообще выносить в имитиду? Да, насколько организм предрасположен к этому? Конечно, это более проблематично, потому что резервы все исчерпаны, всё она дала этому ребёночку, да. И поэтому мы более усиленно её компенсируем в таких случаях, потому что тот ребёнок, которого она сейчас носит, он тоже требует полноценной всего этого комплекса и витаминов, и микроэлементов. И, конечно, мы больше-больше-больше работаем с этой женщиной. Ну вот если вы упомянули child-free систему, или, может быть, даже стиль жизни, как некоторые сейчас говорят, и делает такой выбор, какие последствия в данном случае могут быть для женщины, которая выбрала себе путь без материнства, не рожать детей? Не рожать детей, ну, это риски, да. Если нет родов, то это риск онкологии, это риск рака груди, риск рака яичников. Но, понимаете, сейчас женщина, если она себя потом реализует, опять же, вот нереализованность материнства всё-таки это заложено у нас природой, да. И у меня, кстати, вот у меня нередко встречаются такие женщины, которые даже прервали, например, беременность в своё время, и потом в 45 об этом жалеют, очень жалеют. И вот, честно говоря, ни одна женщина, они говорят, вот нам бы эти мозги, да, в то время, да, ни одна женщина, ну, из моих, я только о себе, о своей практике говорю, только своё мнение, ни одна женщина, как бы, вот, знаете, ну, кто-то далеко глубоко эту проблему прячет, но всё-таки морально-психологически всё-таки это травмирует их потом, потом. Потому что, ну, когда уже человек приближается к старости, вот к этому рубежу и некому позаботиться, это уже совершенно другие мысли посвящает этого человека, да. Молодость — это одни у нас мысли, мы всё сами, мы можем, мы добьёмся, а в возрасте это уже совершенно другие, поэтому… Ну, если говорить о тех парах, которые не выбрали себе путь child-free добровольно, а, может быть, в силу здоровья не могут зачать ребёнка, вот какие возможности сегодня существуют, в том числе в Латвии, для тех, кто хотел бы иметь ребёнка, но, опять же, в силу физиологических возможностей не может этого сделать? Ну, у нас нужно адаптировать ребёночка, ребёночка, суррогатное материнство у нас запрещено. Адаптация? Поясните, что вы имеете в виду? Ну, если вы не имеете в виду репродукция, да, то есть репродуктивно можно и… существует банк донорской спермы, допустим, если мужчина не может наплодотворить женщину. То есть там всё, можно сделать всё, что возможно, но если и там не получается, тогда адаптировать. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Разворот». Врач-гинеколог Жаната Абрамсона была гостьей программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.